Ивановская область, конечно, не столица российского мотоспорта, но имеет для этого все задатки. В очередной раз этап чемпионата России по мотокроссу прошел на трассе в Семигорье. Вообще не так много проводится чемпионатов России, этапов чемпионатов России на Ивановской земле, поэтому значение сложно переоценить в подобных соревнованиях. На самом деле они принесут, во-первых, основная цель – это популяризация. Популяризация и развитие именно данного вида спорта на территории Ивановской области. Соревнования проходят в трех классах, в зависимости от объема двигателя мотоцикла и возраста участника. Десятки сильнейших спортсменов России приехали попытать счастье на этом турнире. Позади нешуточная подготовка. Мотоцикл должен полностью соответствовать техническим стандартам, чтобы не подвести своего владельца в самый ответственный момент. Но гораздо дольше и тщательнее готовились организаторы гонки. Трассу готовили лучшие мировые специалисты. Строили ее при помощи англичан, которые приезжали здесь, скорректировали и построили такую сложную трассу именно для чемпионата мира. Поэтому в России этих трасс всего две, я знаю, такого сложности. Это в Пензе и у нас. Протяженность трассы – 1830 метров. В течение каждого круга спортсменам нужно преодолеть 14 препятствий, различных по своей конфигурации и множество крутых поворотов. Даже опытные спортсмены мирового класса характеризуют эту трассу как одну из самых сложных. Трасса серьезная, очень сложная, очень сильно выбивается. Как бы будем стараться, стремиться показать высокий результат. Еще одна преграда на пути к Кубку – погода. Оптимальная температура воздуха для мотоспорта – 12 градусов. Июльская жара для техники и спортсменов в полной экипировке – это настоящее испытание силы духа и воли к победе. Пока на чемпионате России наш регион представлять некому. Мотоспорт у нас находится в самом начале долгого пути. Но, несомненно, интерес к техническим видам спорта у ивановцев есть. Об этом явно свидетельствует число зрителей и болельщиков, несмотря на жару приехавших насладиться всероссийской мотобитвой. Наталья Романова, Андрей Семиболков, РТВ Иваново.